Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы встречались год, две недели назад, как расстались, нам все хорошо было. Люди не ссорились даже, ни разу ездили вместе в поездки на море, и в один момент он сказал, что нам нужно расстаться, так как чувствую, что не мое. Говорили, что любит со мной хорошо, но не уверен, что я та самая девочка, с которой нам всегда. Я пытался за него достичаться, поговорить, справить ошибки, но он не приклонен. После этого мы видели, с ними динами были поцелуи. Казалось бы, он сортировалась, но нет, он все равно не хочет восстановить отношения. После этих встреч мы прекратили общение. Как не восстановить отношения, если он не хочет? Ну, здесь в первую очередь, наверное, имеет смысл глобально увидеть, что для вас эта ситуация означает. Потому что вообще ничего необычного прямо в том, что вы описываете, нет. То есть, ну, люди повстречались, в принципе, для этого люди встречаются, и встречаются, как мне кажется, чтобы понять, могут ли они быть вместе или нет. Вот. И, соответственно, если возникает такая вот история, что не могут, или человек, или люди, вот в данном случае, ну, понимают, как бы, что не могут быть вместе, или понимают, что люди, там, ну, что как-то вот некомфортно, да? Допустим. То есть, это, в принципе, ну, нормальная практика, я бы сказал. Вот. Другой вопрос, что вы на это реагируете. Судя по вашему описанию, да? Ну, достаточно остро вы на это реагируете. Вот. И именно поэтому, именно поэтому, потому что вы реагируете остро, на мой взгляд, здесь нужно постараться определить, постараться увидеть, что для вас это глобально, именно вот, глобально означает, потому что, ну, может быть, здесь, такой ваш страх, например, такая ваша проблема, что вас сбросит. То есть, вот как-то вот для вас, вот эта вот история, история о том, что, что, что вас могут бросить, она для вас, может быть, болит. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы вам помочь увидеть эту проблему, вот, и подкорректировать свое поведение. Вот. Например. Ну, чаще всего, вот, прямо, чаще всего, Такая история, возникает тогда, когда, вот, человек ведет себя определенным образом, то есть, когда, вот, человек ведет себя определенным образом, то есть, когда... Например, мужчине с вашей, с вашей стороны может транслироваться определенные мысли, то есть, вот, если, допустим, Человек... Человек... Боится... Что... Его бросит, да, если человек опасается, что он может остаться один, если... Есть такой... Есть такой... Момент в отношениях, что... Одному пар... Одному партнеру... А... Ну, отношения, скажем так... Более... Более... Более важны, чем... Чем... Другому, да... Торренок накладывает, как... Правило... Достаточно... Серьезный отпечаток, на... Такие... Отношения... И... Один партнер... Чувствует себя... Более... 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 Свободен, чем... 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 Чем другой... Вот... К сожалению... Тут... Вот... Такая ситуация была... Поэтому... А... Вам... В данном... Случае... Имеет смысл... А... 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 Постараться увидеть... А... Какой... Основной... А... Посыл... Вы... А... Транслировали... И... Ну... Может быть... Продолжаете... Транслировать... Мужинам... Или... Мужчинам... Ну... Вот... И... А... Отчего... Вам... Больно... Варставание... Да... Потому... Что... Ну... Совершенно... Очевидно... Причины могут быть... Разными... Да... Вот... Ну... Ну... На самом деле... Причины могут быть... Разными... Может быть... Ожидания какие-то... Не оправдались... Да... Ут... Человек... Может быть... Эм... Эм... Задевает вас... Эм... Эм... То... имеете, когда бросали либо вас, либо кого-то из ваших близких родных, например, маму, вот, то есть вот есть уже какой-то такой опыт негативных достаточно, связанных с расставанием, связанных с травмой, вот, отношения и прочее. А может быть вы боитесь обнастаться изначально? По факту, ситуация, которая с вами происходит, это ситуация того, что вы как бы, ну как бы, проецируете, вот, насчет, вот, в какой-то степени, да, проецируете свой страх, да, то есть, ну, грубо говоря, вы чего-то боитесь, да, боитесь вы чего-то достаточно сильно, вот, а вы вроде бы делаете все для того, чтобы этого не происходило, но по факту, получается, там, грубо говоря, да, только хуже, только хуже, вот, то есть вы вроде бы, вроде бы, вы не хотите, чтобы это происходило, и это, в принципе, нормально, да, то есть никто не хочет, чтобы с ним происходило, что-то произошло, в принципе. Вот это связано, как бы, с тем, что когда человек боится, он, по-советному, как бы, делает то, что, как бы, проецирует все, он, то, что его приближает, приближает то, чего он боится, в принципе, ну, вот. Поэтому, здесь, конечно, ситуация печальна, вот, спасите свои, вот, ситуация печальна, конечно, конечно, это печальная ситуация, ну, вот. Но, вот сейчас, например, вот сейчас, по моим ощущениям, как бы, вы нуждаетесь в отношениях, и вы нуждаетесь в мужчине, мужчине, больше, чем он у вас, чем он у вас, вот. Причем, что вы именно, вот, что нуждаетесь, то есть, у вас именно, вот, что есть потребность, есть нужда, вот, и нужно, вот, постараться понять, и определить, что это за потребность, с чем она, эта потребность, связана, вот. Потому что, когда человек приходит в отношения с определенными потребностями, да, вот, он, ну, вот, к сожалению, ведет себя, да, как тот, кто находится в дефиците, вот, и, соответственно, дефицит этот достаточно остро чувствуется в отношениях, чувствуется другим партнерам на вывод. Другой партнер, за счет того, что, что дефицит, он чувствуется, оказывается, как бы, перед возможностями, перед соблазном, обесценить, того, у кого, как бы, этот дефицит ощущается, к сожалению, вот. И, в итоге, отношения становятся, мягко говоря, не совсем здоровыми, к сожалению, вот. То есть, такая проблематика, она действительно существует, вот. То есть, то, что вам сейчас больно, например, то, что вам сейчас болели, например, это, это понятно. Вот. То есть, это понятно, что вам сейчас больно и тяжело. Вот. Эмоции у вас крае всего зашкаливают. И, соответственно, что здесь может сделать вот психолог, да? Что может сделать психолог? Психолог может снизить немножечко ваш эмоциональный градус. То есть, чтобы эмоции не так вот повомбили, например. А дальше, что вы могли уже подумать о том, как действовать дальше и что, ну, вообще можно сделать. Ну, ну, например, например. Вот вы говорите, что, как восстановить отношения, да, если человек не хочет. Вот подумайте, как было. А зачем? Для чего выстраивать отношения с тем, кто, в общем-то, не особо этого хочет? Вообще. То есть, вот, просто задайте себе этот вопрос, что это будут, что это будут за отношения, если вы будете заставлять кого-то. Да? Пример. Но, в то же время, в то же время, есть и другой момент, что вам чего-то хочется в этой... Ну, в этой вот, так скажем, в этом контексте. Вам что-то нужно. Игнорировать это не стоит. Ну, потому что вы чего-то хотите, вам что-то нужно, вы в чем-то нуждаетесь, это, соответственно, как бы, ваши потребности. Но удовлетворять эту потребность. Потребность, например, в той же любви, которая у вас. А может быть, да, удовлетворить эту потребность. А может быть, да, удовлетворить эту потребность. Также, ее, эту потребность, признать, и в целом, к ней, как мне кажется, прислушиваться. Но, при этом, не путать, как бы, одно с другим. То есть, не путать ваши, допустим, чувства к человеку. Да? Вот. С тем, что у вас есть определенные потребности. Я хочу сказать, на командийetsе Вальном-маме. Еще espacio. И внизу, как именно Д ини, динамен, на этот момент. Для себя. постараюсь здесь увидеть, потому что это вот такой достаточно серьёзный момент, вот, ну и наконец, если мы говорим о том, как наводить отношения, то первое, что нужно сделать, это занять максимально удобную позицию для человека, то есть максимально удобную для него, именно для него форма общения, пока вы этого не сделаете, но общение вот всегда будет, там, в какой-то степени, да, под угрозой, потому что человеку всегда будет не нравиться для него что-то, вот, а приятного с вами будет меньше для него, чем неприятного-неприятного. Хочется отдельно сказать, что подобные действия следует выполнять только после того, как вы разберётесь во себе, вот, потому что если делать это сейчас, и сейчас пытаться сближаться, то ничего хорошего для вас не будет, вот, вы, скорее всего, повторите тоже, в принципе, сценарий, вот. Ну, то есть всё будет то же самое, да, опять, на какое-то время вы садитесь, потом он опять от вас входит. Может быть и такое, что это действительно не ваш человек. это тоже нужно держать, вот, сознание, вот, и допускать, и призналять, вот, тот факт, что с мужчиной вы, может быть, вместе не будете, вот, потому что, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ очень болезненно, вот так случается, как бывает и ванных нет принят, а здесь вы в данном случае, ну, ведете себя как ребенок, который может признать, может допустить, что получилось как-то вот и не так, как он хотел, вот. Так что я очень надеюсь, что вы для себя этот момент постарайтесь понять, все раз повторю, на всякий случай, что прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, что вам боль, вот, прекрасно понимаю, что вам тяжело, прекрасно понимаю, что вам плохо, но важно отграничить то, что вам тяжело и плохо, вот вот именно что, отграничить то, что вам тяжело и плохо, от того, что реально происходит в отношениях. Знаете, мужчина не решает ваши проблемы. Он как бы, как бы не должен их решать. Мужчина не психолог, не психотерапевт ваш, но вот, он не может и, пожалуй, должен служить такой вот, знаете, палочкой, выручалочкой для раз. Вот. То есть, то, что вам больно, то, что вам тяжело, то, что вам плохо. Безусловный факт, безусловный факт, но то, что вам больно и то, что вам тяжело, это следствие ваших трудностей, а не мужчину. И если мужчина к вам, допустим, вернется, то, может быть, вам и будет снова легче. Может быть, вам и будет снова проще. Но проблема-то она никуда не ведет. Вот так, она будет по-прежнему с вами. Вот. И вместе с тем, может вполне в себе расти ваша зависимость от человека. Вот. Поэтому, поэтому, пожалуйста, подумайте обо всех этих вещах, вещах. Вот. Вот. Подумайте о том, чего вы хотите вообще. Вот. И того ли вы хотите, например, что делаете. Да? Потому что не всегда человек понимает, чего он хочет, вот. Ну. Что ли он делает для того, чего хочет. Это не так просто понять. если есть особенно какие-то противоречия, если есть особенно какие-то трудности и так далее. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, принципиально важно, обратить ваше внимание на данный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.